Доброе утро, уважаемые трейдеры! Рад приветствовать вас на торговой сессии в понедельник. Сегодняшний день знаменитен не такими значными событиями, но в целом неделя у нас будет достаточно насыщенной. Хочется отметить, что в текущей рыночной ситуации динамику основных финансовых активов определяет все-таки переговоры между США и Китаем. Китай настаивает на том, чтобы США отменили пошлины, отменили тарифы на китайские товары. США, в свою очередь, говорит, что сначала отменим, потом не будем отменять. И на этом фоне рынок сейчас не очень стабильный. В том плане, что нет какой-то четкой позиции и любое решение, любая словесная интервенция информационная влияет на финансовые активы. В том числе на индексы, о которых мы с вами достаточно часто говорим. В текущих условиях, в принципе, на прошлой неделе мы видели, что стороны уже сначала договорились, что взаимно будут снижать пошлины. Но в конечном итоге в Америке свобода слова и они могут сказать все что угодно, но пока не будет подписано, фактов никаких не будет. И это ситуация достаточно интересная в том плане, что непонятно, чем это все закончится. С одной стороны, подписание торгового соглашения – это позитивный сценарий для обоих стран, что для США, что для Китая. Но здесь, в том числе и для Трампа, кстати, это будет позитивно, потому что в 2020 году состоятся новые президентские выборы. И Трамп может записать одно из достижений своей президентской политики о том, что он договорился с Китаем. Как будет в будущем, пока неизвестно, но по последним заявлениям о том, что не совсем точно они договорились. То, что США все-таки не дает четкую позицию о том, что они пойдут навстречу и будут снижать пошлины. Индексы на этом фоне начали коррекцию. Сейчас индекс S&P 500 торгуется на уровне 3070 долларов. Индекс DAX также скорректировался. И, судя по всему, судя по техническому анализу, действительно сейчас на рынке такая назрела коррекция, которую мы с вами увидим на этой неделе. Я не считаю, что коррекция будет достаточно продолжительной, но она имеет место быть. Скорее всего, мы ее с вами увидим. И после этого вернемся в восходящий тренд. Потому что все-таки мое мнение такое, что подписание торгового соглашения обязательно будет. Из ключевых таких событий на сегодняшний день хочется еще рассмотреть, в первую очередь, что в Америке сегодня выходной. День ветеранов, но тем не менее рынок торгуется. Просто каких-то значимых событий макроэкономических не состоится. В Великобритании сегодня выходят данные по ВВП, квартальные и годовые. Что касается квартального ВВП, то здесь есть позитивный сценарий, квартальное ВВП выше, чем в предыдущем квартале. Что касается годового ВВП, то здесь динамика отрицательная. По годовому ВВП Великобритания находится пока в минусе от предыдущего года. И на этом фоне, как раз таки, если смотрим с вами техническую картину по фунт-доллару, я продолжаю рассматривать здесь продажи. Текущий уровень у нас 1.28.00. Технический, психологический уровень, цена его уже протестировала, у нас был такой ложный с вами пробой. И цена сейчас до сих пор торгуется на этом уровне. Все-таки после выхода данных экономических событий я жду, что цена будет корректироваться вниз. Потому что все-таки по ВВП, по долгосрочному годовому ВВП, картина для Великобритании непозитивная. В принципе, на сегодняшний день это все новости. Можно рассмотреть также акции компании Apple. Несмотря на всю политическую ситуацию, акции компании Apple продолжают расти. Сейчас они торгуются на уровне 259 долларов после небольшой коррекции. Но все-таки находятся в восходящем тренде. И я жду роста до уровня 263 доллара за одну акцию. С вами был Александр Наконечный. Желаю вам успешной торговли и всего наилучшего.